Здравствуйте, дорогие друзья! Признаки, что гормоны совсем и не совсем в порядке. За производство гормонов в нашем организме отвечают эндокринные железы, а сами гормоны участвуют во многих процессах в организме. Концентрация гормонов изменяется с возрастом, и это нормально. Но иногда железы работают плохо. Гормонов становится или мало, или наоборот много. Гормоны регулируют вес, состояние кожи, волос, настроение, репродукцию и всякое многое другое. Небольшие отклонения от нормы могут стать причиной проблем. В одних мы видим гормональные нарушения, а в другие мы не связываем с эндокринными проблемами. Какие же есть симптомы гормональных нарушений, на которые нужно обратить ваше внимание? Однако скажу, что многие из этих признаков все же могут быть связаны с другими нарушениями. Бессонница. Вы вдруг заметили, что у вас сон, а вы раньше на него никогда не жаловались, вдруг стал плохим. Не можете уснуть, в среди ночи просыпаетесь, ворочаетесь в кровати. Виноват может быть прогестерон, гормон, который вырабатывается яичниками. Как раз понижение уровня прогестерона и может создать проблемы со сном. Эта концентрация может снижаться перед менопаузой или после нее, но могут быть и другие причины падения его выработки. Головные боли. Причин головных болей великое множество и гормоны тут занимают тоже не последнее место. В таком случае причиной может быть снижение концентрации эстрогена. Следует обратить внимание и насторожиться, если головные боли появляются незадолго до месячных, что скажет об их гормональной причине. И исправить ваше состояние смогут гормональные контрацептивы, которые вам назначат и поможет только соответствующий специалист. Низкая либидо. Если сексуальное желание где-то 0,2, стоит тоже посмотреть на гормон. Иногда причиной этого низкий уровень тестостерона, то есть мужского гормона, на который присутствует и в женском организме. Исследования показали, что использование специальных тестостероновых пластырей для обеспечения женского организма некоторой дополнительной дозой гормона улучшал сексуальную жизнь, повышал либидо и улучшал настроение женщин. Но осторожно, если много тестостерона, то это может стать причиной появления, например, лишних волос и некоторые другие не самые приятные проблемы. Поэтому без врача-специалиста для подбора концентрации обойтись тут тоже нельзя. Повышенный аппетит. Если вы едите достаточно, а вам кажется, что у вас все время голод, идет в ход печенье, шоколад, другие сладости, хотя раньше такого и не было. Это состояние очень часто наблюдается во время ПМС или предминструального синдрома и связывает это с изменением концентрации гормонов в этот момент. В таком случае, если ПМС закончился, а есть шоколад очень и очень хочется, то это точно сигнал для срочного похода к врачу эндокриному. Очень даже вероятно, что с производством кортизола или инсулина что-то не так. Ухудшение памяти. Все мы где-то что-то время от времени забываем, но это нормально. Однако, если вам кажется, что память, то есть забывчивость уже мешает вам, то, видимо, тут также гормональные нарушения. Когда это может происходить? Это может быть, если слишком долго действует стресс. Может быть, из-за работы, отношений и всякого такого. Стресс вызывает усиление выработки кортизола, а избыток его влияет и на память, и на способность запоминать и уяснять для себя что-либо новое. Чем дольше работает стресс, тем серьезнее могут быть изменения. Сухая кожа. Состояние кожи отражает внутреннее состояние организма. Большинство ее изменений, шелушение, зуд, говорит о том, что в организме происходит что-то такое, на что необходимо обратить внимание. Часто очень сухая кожа может быть связана с дефицитом гормонов, которые вырабатываются щитовидной железой. Если их мало, то обмен веществ замедляется, кожа будет обновляться медленно. Итогом этого процесса будет шелушение, покраснение и другие неприятности. Проблемы с пищеварением. Изменение концентрации гормонов также может стать причиной синдрома разрушенного кишечника, возникновение которого обычно связывается со стрессом или неправильным питанием. У пациентов с этим заболеванием болит живот, появляется диарея или наоборот запор. Большинство тех, у кого есть такой синдром, это женщины. И тут причиной является эстроген и прогестером. Среди других распространенных симптомов гормональных нарушений это немотивированный набор или наоборот потери веса, слишком мобильный менсус или нарушение цикла резких перепадов настроения или тревожное расстройство. При появлении вот таких проблем лучше сразу же обратиться к врачу, чтобы отыскать проблему вовремя и исправить ситуацию. Смотрите наши видео о том, как распознать проблемы со щитовидной железой, преддиабет, вовремя заметить диабет, борьбу с сахаром, не пропустить признаки рака и так далее и тому подобное. Оставайтесь с нами, Берегите себя и все будет только хорошо.